друзья здравствуйте вашему вниманию любимая многими рубрика из старенького из архивов поднимаем ролики годичной давности и сравниваем как работали тогда коллекторы и как они работают сейчас вникаем для кого пишутся законы начинаем понимать что законы пишутся для людей они для вот таких вот сволочей учимся бороться за себя на данном конкретном примере смотрим МБА финанс разговор со мной по моему личному кредиту и так вашему вниманию слушать алло передачи вашего дела в отдел судебного производства и противодействия мошенничеству для начала процедуры проведения расследования с целью выявления сбора и предоставления доказательств наличия ваших действий и признаков состава преступления правоохранительные органы что послужит основанием для возбуждения уголовного дела предусмотренного статью 177 уголовного кодекса российской федерации глотное уклонение от погашения кредиторской задолженности статьи 159 уголовного кодекса российской федерации мошенничества для урегулирования вопросов до судебном порядке незамедлительно свяжитесь нашим специалистам по телефону 8 800 655 51 78 звонок бесплатный для соединения с оператором оставайтесь на линии здравствуйте Здравствуйте, девушка. Тут какой-то непонятный голос мне рассказал, что какое-то уголовное дело заводить собираются. Это был робот. Что? Вы меня успокойте, грубо говоря, или это на самом деле? Я просто испугался, не понял, в чем дело. Минута. Во-первых, вам позвонили с компанией Байфинанса между Паневской и Катериной Алексеевной. Вы принесли с Евгеньевичем? Да, 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 да. Дмитрий Евгеньевич, но он за мной поступает, за звонки поступают. Что по поводу вашего долга перед фантоматическим банком Акрыфа, почему уклоняете угощение задолженности перед банком? Не-не-не, я это самое, подождите, у меня сейчас я с мыслями собраться должен. Вот эта вот уголовная статья, 177-я, я сейчас как бы 159-я. И знаете, как... Ну, 159-й, Дмитрий Евгеньевич, уже оплаты производили год. Это был автоматический звонок, он информирует по поводу... О, ну что ж вы так людей-то пугаете? Вы можете подкорректировать там автоматические свои звонки? Почему же? Некоторые у нас должны идти, попадают под такую статью банковую, имеют возможность переквалифицировать гражданскую отдел, но уголовную... 159-ю можете инициировать? Ничего себе. А что же они такое делают, что можно уголовную статью в формате гражданского производства инициировать? У вас там следователи есть свои, видимо, да? Которые следственные мероприятия могут инициировать, да? Да нет, какая разница, какой он адвокат? Высококвалифицированный, сверхвысокок? Хоть там у вас кучерена, пускай работает. Закон-то один. Не, ну вы понимаете, да, ситуацию? А 177-я, почему у меня тут это самое проскочило? Да, на этапе исполнительного производства распространяется статья только на юридических лиц, на ИП и на общество с ограниченной ответственностью. Причем здесь Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Там что у вас? Там что? Что там-то? Это договор, который вы должны были соблюдать? Ну, конечно, должен соблюдать, если он есть. Если он соответствует действующему законодательству, а не пестрит нарушениями данного законодательства на каждом шагу. А что же вы подписывали кредитный договор? Был некомпетентен. А вы воспользовались некомпетентностью. Не выточнее, а банк. Слушайте, зачем? Зачем? Я сам юрист и адвокат в том числе, да? Итак, человек может расторгнуть договор в любом периоде действия данного конкретного договора, если найдет в этом договоре пункты, не соответствующие действующим законодательству. 451-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Ваш автоинформатор, да, я вас слушаю. Ну что же вы? Что? Я вас слушаю, вы ко мне обратились, сказали. Дмитрий Евгеньевич. Вы не согласитесь, как разом исполнялись. Я вам прокомментировал свое поведение, потому что договор не соответствует действующему законодательству. Что? Да. Когда вы подписали, вас абсолютно все устраивало. Да, а потом я нашел в договоре пункты, не соответствующие действующему законодательству. На основании статьи 451 гражданин имеет право расторгнуть любой договор, не обязательно даже кредитный, в любом периоде времени действия этого договора. Если он найдет там пункты, не соответствующие действующему законодательству. Очень много всего это не вам решать, потому что вы не банк, а банк был уведомлен обязательным и очень даже компетентным образом в наших письмах. Ну, что дальше? Да, а теперь я вопрос задам, на каком основании МБА Финанс звонит гражданину законопослушному и пытается портить ему жизнь в воскресенье с утра? Дмитрий Евгеньевич, у должников нет выходных? Должнику, вы звонили, или заемщику? Статус должника гражданину может присвоить только судья. Это только в контексте, это еще нужно доказать. Я считаю, что банк мне должен. Как вы на это? Еще раз вам повторяю, барышня, что на основании 451 статьи ГК РФ я не обязан выполнять условия, которые заведомо, условия договора, которые заведомо в суде будет признан ничтожным. Это я вам говорю как адвокат с 12-летним стажем. Я занимаюсь в данный конкретный момент... Но вы же были неквалифицированы, когда подписывали кредитный договор. Да, да, потому что я занимался таможенным правом, и на тот момент не до конца хорошо и тщательно изучил данный конкретный аспект. Сейчас более пяти лет я занимаюсь тем, что помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Женат, конечно. Один должник помогает, другим должникам... Да, да, представляете, какая круговая порука. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич, да? Что? Хорошо, когда у других тоже проблемы будут. Барышня, еще раз повторяю, я вам озвучил свой род деятельности. Он, именно этот род деятельности, заключен в том, чтобы помогать людям, а не портить им жизнь. Будете оплачивать принудительно. Как, ну-ка, а пожалуйста, как у вас вот компетенция позволяет? Объясните мне, как может человек оплачивать принудительно, и кто его может принудить? По исполнительному листу судебный пристав обязан. Послушайте, барышня, очень полезную информацию. Может быть, после того, как вы ее услышите, вы поменяете работу. Так нет, дело в том, что вы... Так... Тяжело вам приходится, наверное, жить на зарплату коллектора. Адвокат, Дмитрий Евгеньевич, вы не полифицированный адвокат. Берете деньги в банки и не возвращаете. Так это мое право, право любого гражданина. Брать деньги, если... Это не вам решать, барышня. Вот видите, до чего вас довела ваша работа. Вы даже размышлять не можете. Как вам не... Обращайтесь к соседям, берите у них дом, Дмитрий Евгеньевич, я думаю, там... Мне соседи, понимаете, не вешают билборды на дороге и не предлагают. Они с вами будут по-другому разговаривать. Вот когда я возьму сосед... Да, друзья, кто мне скажет, где этот МБА-финанс со своими угрозами? Где свершившаяся кара, которую они мне таким тщательным образом предрекали? Берите у соседей, иначе то, иначе это, пятое, десятое. По-моему, МБА-финанс даже просто перестал существовать. Может быть, переименовался и продолжает под другими знаменами искать дураков. Ну, понимаете, да, за год ничего не произошло. За следующий год тоже наверняка ничего не произойдет. И перед этим еще год был, в течение которого ничего не происходило. Я тут внесу поправочку. Действительно, я там сказал, пять лет. Ну, я так, знаете, в полу... Мы вот в формате предоставления услуги занимаемся этим почти пять лет на данный, на сегодняшний день. Перед этим я все свои кредиты на себе, что называется, испытал, протащил, и после только этого начал предлагать это как услугу в формате действительно коммерческой деятельности. Друзья, что мы делаем, как мы это для людей делаем, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании этого ролика. Ну, и там, конечно, пройдя по ссылке, вы попадете на наш сайт, на котором выложена инструкция, как все устроено, сколько стоит, почему не нужно платить банкам, все рассказано по полочкам, как говорится, разложено. Посмотрите, не поленитесь. Кому ролик понравился, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы регулярно выкладываем из архивов, чтобы вы могли сравнить, как не изменилась работа коллекторов, и почему их не нужно бояться. Помимо этого всего интересного, очень много комментариев пишите. На самые интересные комментарии мы готовим видеообращения и выкладываем их также в общий доступ. С вами был Кузнецов Дмитрий, компания Алям. Всего вам хорошего, счастья, успехов и финансового благополучия. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok